здравствуйте друзья сегодня я хотел бы снять видео как я укореняю черенки винограда собрался я вот тут пока два сорта укоренить так как у меня много но буду делать это поэтапно вообще первый саженец винограды я посадил лет 15 назад и после этого можно сказать влюбился в это занятие у меня сейчас винограда довольно много разных сортов каждый год новую подсаживаю вот но лет десять назад наверно начал первый раз укоренять пробовал разными путями разными способами сначала конечно часто были неудачи черенки вроде бы сначала укоренялись потом гнили пропадали был даже как-то вот штук 100 наверно саженцев я посадил укоренил сначала все отлично а потом они у меня напросто начали пропадать и осталось их штучек 20 наверное но плачевный конечно результат но надо все время стараться анализировать свои ошибки в чем причина вот ну и постепенно я все-таки ну можно сказать хороших результатов добился более-менее я так считаю вот что-то какой-то опыт есть у меня хочу с вами поделиться заодно рассказать о всяких мелочах почему это может случиться неукоренение черенка или потом он гниет все это будут снимать показывать вот сейчас данный момент у меня два сорта это вот сорт преображение классный сорт вообще шикарный до двух килограмм вроде бывает но меня пока такой не было в прошлый год кило триста с чем-то у меня то есть было очень вкусный вызревает быстро и забава это черный сорт он поменьше конечно но тоже мне очень понравился и вот начну я наверное с этих двух сортов с чего хотел сразу начать конечно чтобы укоренился хорошо череночек есть много причин на которые стоит обратить внимание ну первое наверное это как у вас хранился этот череночек его можно или он сгниет во время хранения запреет или наоборот подсушить можно его влагу все отдаст постепенно высохнет и конечно же он может у вас не проснуться их много есть способов хранения черенков я храню вот выбрал для себя два способа один способ у меня идет сейчас вот которые черенки лежат я вам расскажу как я храню второй способ на улице под снегом основная масса у меня лежит под снегом хранится всю зиму неплохо стать хранится но там есть свои нюансы конечно это долгий разговор отдельная тема не сейчас об этом речь вот эти череночки я решил хранить у меня в гараже где-то зимой плюс два бывает плюс пять когда там потеплеет потепель вот это нормальная температура хотя хранится они могут и при небольшом минусе поэтому я на улице они хранятся нет ничего страшного с ним не случится то есть когда поздней осенью я делаю обрезку вот этих череночков уже устойчивые такие холода подходят бывает минусовая температура вот я изначально парафиню то есть запропиниваю два вот этих вот конца два обрезка это сейчас я не буду рассказ как это делаю я лучше осенью вам покажу как я делаю вот и потом заматываю вот так пучок подписываю можно сверх потом подписать встреч пленку плотно-плотно все это обматываю и пищевая пленка и так они мне лежат всю зиму во влажном состоянии если до этого сухая погода была при обрезке да то можно еще даже хорошо будет немножко их замочить воде пускай постоят теперь дальше вот я их достал где-то двое суток назад после этого я обрезал освежил рез конечно же когда вы режете должно быть видно то есть живой череночек или нет это слой комби он должен быть то есть под корой идет слой комби он должен быть светло зеленого цвета чем ярче вот этот цвет тем лучше так вот я их обновил все резы снизу сейчас я расскажу и поставил замачить на двое суток воду я взял талую часто я стал пользоваться талой водой снеговой водой то что вот вот теперь я ее набираю или снег набираю ведра он летает и ставил вот талой воде многие кто смотрят сейчас кто-то может первый раз хочет что-то укоренить себе вот виноград там может быть что-то коренял но не получалось это я сейчас говорю для тех кто недавно стал заниматься вообще когда режете осенью череночки желательно низ делать рез косой сверху прямой чтобы потом вы поняли где находится у вас низ а где вверх я в принципе так не делаю сейчас объясню почему потому что нас я так занимаюсь виноградом уже в принципе давно что я сейчас по любом черенку определю вот хоть как его отрежь я определю где вверх где низ для винограда это естественно это очень важно и может быть даже некоторым это будет на пользу я сейчас двух словах объясню как вот вот допустим вы вам отрезать черенок но нету косого реза и вы не знаете где вот он вверх где низ крутите вертите я сейчас объясню немножко смотрите во первых . всегда находится между узи где находит между листом и лозой выше листа то есть и даже есть листочек сгнил там усика нету все равно видно вот остатки от листа как бы такая небольшая быенка шершавость вот сверху видите тут все владенько вот здесь вот значит лист был естественно . находится выше листа то есть значит это вверх это низ можно даже сейчас я посмотрю ну вот вот видите это пасынк который обрезался вот смотрите вот на почка находится она не будет находиться вот здесь вот пасынок вот здесь листочек вот он а вот здесь идет почка это вверх это низ так что это мелочь но вообще-то нужно знать это теперь дальше укоренять можно по разным способов много и каждый выбирает сам свой способ я делал по-разному и заматывал влажные салфетки брала бумажные смачивал потом и обрабатывал там корневинчиком пяточки пакетик заматывал и поближе к радиатору ставил и на воде и сразу сажал в землю по стаканчиком то есть кстати вот этот способ который по стаканчиком это отдельный разговор тоже еще скажу но я остановился на другом способе то есть ну для нормального образования корней нужно тепло влажность и доступ к кислороду если вы ставите на воде то когда обрезается вот это вот нижняя почка вот пяточка вот это вот когда вы обрезаете то желательно чтобы воды вот именно вот обрезка идет где-то примерно ноутс 5 миллиметров от почки или там до 10 миллиметров можно побольше но желательно вот так где придерживаться водичка должна закрывать только вот эту вот почка чуть-чуть то есть ну где-то сантиметр как раз и воды должно быть налито и за и вода естественно спаряется и поэтому вам нужно частенько смотреть и подливать водичка туда нормально на воде вполне реально все так же ну можно укореняться ну я лучший способ для себя нашел и куриняю приняю в прошлый год укоренял так мне понравилось и сейчас буду так делать начинать я готовлю субстрат такой это уже ну вот под общий количество черенков я собу вставлять то есть все черенки вот эти один сорт в это ведерко другой сорт это простой ведерко и сделал дырочки дренажный друг в новой воды воды будут поливать чтобы лишний слилось просто а здесь она меня находится торф верховой торф нейтральный естественно кислый и где-то пополам с перлитом для чего это сделал во первых она становится рыхлая очень рыхлой и когда крышочки даже если я проглядел образовались длинный их легко вытащить оттуда посмотреть во вторых то что если она рыхлая то естественно доступ кислорода к корням будет очень хороший и к тому же я чтоб смочить ветер весь этот субстрат я добавил сюда сразу же привику по норм расходу как там указано 3 миллилитра на 2 литра воды привикура и все это смачивал чтобы сразу же как только я черенки поставлю устранить все вот эти вот корневые гнили грибковые всякие заболевания чтобы у меня в этом субстрате не было изначально также на черенках теперь сто процентов есть грибковые заболевания они никуда не деваются они с лета с осенью здесь остаются вот и вот теперь что мы делаем дальше еще один момент важный если у меня это видео затянулось может кому-то не интересно но по-другому не получится и моменты хочется как бы рассказать и показать они все это вроде мелочи но это важно понимаете вот все череночки они по-разному просыпается корневая где-то кто-то какой-то 40 легко быстро корни образует какой-то там вот если легко он прям может за две недели пойти уже корневая какие-то месяц нужно требуется а может быть и больше есть арта туго дума не долго стоят а вот . который здесь верхняя втором рост пойдет уже через на следующей неделе она начнет просыпаться идти в рост так вот если это будет а вот одна для почек стать температура не нужна высокой даже прохладно там плюс 15 будет она проснется и пойдет в рост даже плюс 10 она будет просыпаться а вот корешочки нет они в при такой температуре долго будут думать и получается какой момент у вас здесь . проснулась пошла пошел прирост а корней нет еще прирост начинает вытягивать все полезное что есть и питательные вещества начинает вытягивать черенка это опять же хуже для корневой он начинает себя все это сосать а корней то нету и приходит такой момент что допустим так череночек отрос и и начинает потихоньку чахнет дохленький и сгибается потому что нет корней что делается то есть ну я так как укореняю много черенков я делаю кельчеватор от называется то есть кельчеватор это общее слово такое они могут быть разные смысл в том чтобы это прогревание корневой корней пяточку от этих прогревания было идеале будет есть у вас температуру помещений допустим там плюс 10 плюс 15 до у меня сейчас нет такой температуры у меня выше но я потому что здесь у меня рассада растет я не могу поддерживать плюс 10 температуру вот а вообще в идеале если есть возможность плюс 10 плюс 15 а здесь подогрев градусов 25 27 но выше не стоит тогда корневая образовывается намного быстрее и практически можно добиться так что одновременно будет и почка пойдет просто и начнет образовываться корневая но сейчас я потому что я цену выставлю я пользуюсь вот такой вещью это теплый пол такая штука пленка расстилается подключается релюшка выставляется температура вот и себе ставлю у меня там градусов 26 стоит вот для меня это нормально в принципе выше опять замечу не стоит температура поднимать но не выше 28 а что делать вот если у вас несколько черенков и ну как бы тоже ну что-то наподобие чтоб кильчеватор был да я те года раньше делал выходил очень простым способом ну каждое есть наверное окно есть подоконник и есть радиатор вы делаете так чтобы направляете что у вас почки как можно ближе были к стеклу ставите емкость какая-то еще что-то а корневая ходите под углом вот так делайте отодвигайте ближе к радиатору разница температура будет существенные от стекла все холода с вами морозные дни если идет но смотреть опять не перегрейте корневую и положите термометр не не поленитесь замерить температуру какая вас там если слишком жарко там желательно каким-то я книжки клал то есть толстой книжки на радиатор сделал такую они медленнее прогревались жар сильно не шло но температуру районе где-то там 27 28 держался у меня стекла как раз будет прохладный тень это вот смотрите очень важная такая вещь ну теперь что я вам просто покажу тут уже дальше все рассказали тут дальше не сложно то есть берется череночек как я уже сказал вниз вот он видно вот это листочек старый отгнивает вот он а вот на . вот тут срезал вот он как раз был пасынок я резал здесь лист режете вот так вот ну рядышком где-то так рез зелененький светло-зеленый и делайте бороздование то есть переворачиваю секатор и вот так вот продираете кору потом тут как вариант есть некоторые оставляют внизу почку я тоже раньше оставлял сейчас я их не оставляю дело в том что почка на себя это не тянуло все силы черенок пускал на рану и здесь в первую очередь образуется колюс мы так к свойству винограда образуется колюс как бы на рост такой как бы заживляет он эту рану и как раз притягивается к этому месту вот именно те вещества для которые нужны для корня образования я эту почку срезаю тоже и очень часто вот на месте вот этой вот среза вот здесь начинает образовываться тоже корешочки их много после этого все вот так вот припудриваю корневинчик и вот это все и все и вставляю вот в свой грунт и так продолжаю все дальше воск у меня вот я кстати оставил парафин вот этот внизу я его срезал а вверх оставлю потому что в верхушечку быстро не сохла потому что быть находиться над теплым полом я даже чуть-чуть пленочку сверху сделаю чтобы влажность удержала чтобы поечка не подсыхал от сухого воздуха но представлять в доме влажность низкая вот и почки могут подсохнуть вот так срезаем бороздуем и корневинчиком чуть-чуть вот так вот припудриваем и все ну вот принципе как то так если мое видео вам будет полезным или есть какие-то вопросы подписывайтесь на меня пишите комментарии какие вопросы выходят что хотели бы узнать я буду каждому отвечать и подробно объяснять что и как а если что то видео дальше буду я снимать по под винограда как я уже сказал это мое самое любимое занятие можешь сказать даже цветы это на втором месте стоит первое место у меня виноград конечно по болезням будут видео дальше как с черенки которые уже укоренятся и будут расти как за ним смотреть покажу если будет возможность как трипс появляется и по листу это видно если конечно прошлый год у меня прям он напал сильно трипс теперь я наверно буду заранее про сразу обработают трипсы и всего ломать так что подписывайтесь если вам самим это интересно если вы хотите извините